МОЛОДЕЖИ МОЛОДЕЖИ Мы разработали план работы министерства на 2022, 2023 и 2024 год. В соответствии с этим планом работы, в 2023 году планируется открытие на территории Карачаево-Черкесской Республики молодежный центр «Дом молодежи Карачаево-Черкесской Республики». А в 2024 году планируется создание еще целого ряда объектов молодежной инфраструктуры в муниципальных районах Карачаева-Черкесии. Это такие же молодежные центры с соответствующей квадратурой в не менее чем 550 квадратных метров, оснащенные современной техникой, оснащенные современным оборудованием для того, чтобы молодежь со своей стороны могла повышать уровень своего профессионализма, компетенции, обретать новые знания, которые на сегодняшний день относятся к категории востребованных, перспективных, и с помощью наличия которых они могут успешно самореализовываться в профессиональной деятельности на регулярной основе. Значит, сам Дом молодежи в рамках чего он будет реализовываться? Значит, Федеральным агентством по делам молодежи ежегодно организуется и проводится конкурс «Регион для молодых». «Регион для молодых» — это данная программа, реализуется в рамках национального проекта образования. Она направлена на развитие объектов молодежной инфраструктуры Российской Федерации. Карачаево-Черкесская республика при поддержке Рашида Борисповича Темрезова впервые одержала победу в этой программе, одержала победу сразу по нескольким направлениям. Первое направление — это инфраструктурный блок, о чем мы как раз говорим, это создание молодежного центра «Дома молодежи». Второе направление — это содержательный блок, это организация и проведение более 300 мероприятий на территории Карачаево-Черкесской республики. И третье направление — это создание центра обучения специалистов в сфере легкой промышленности и туризма. Следует обратить внимание на то, что заявка Карачаево-Черкесской республики была признана одной из наиболее конкурентоспособных. Карачаево-Черкесия оказалась одним из немногих регионов России, которая одержала победу в данном конкурсе, организованном и проведенном Федеральным агентством по делам молодежи в рамках национального проекта образования мероприятий «Регион для молодых». Насколько мне известно, у нас в республике реализуются два молодежных центра. Каковы их направления и каковы цели их реализации? Экосистема молодежной политики является с точки зрения своей наполненности и с точки зрения своей эффективной реализации одной из важнейших составляющих для дальнейшего социально-экономического развития любого субъекта. И, конечно, Карачаево-Черкесская республика, которая со своей стороны уже на протяжении более 10 лет показывает очень серьезную динамику социально-экономического развития. Значит, чем будет наполняться молодежный центр со своей стороны? Молодежный центр будет наполняться каворкинг-пространством, молодежный центр будет наполняться лекторием, в рамках которого свою деятельность может осуществлять Российское общество знаний, может реализовываться системой элементов наставничества. Также, помимо этого, будут организовываться и проводиться образовательные мероприятия различных направлений деятельности. Допустим, это один из бухгалтерий, который на сегодняшний день является крайне востребованной, выпускник направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», допустим, или просто «Бухгалтерский учет, подготовка направлений программы бакалавриата». Он, безусловно, прежде чем трудоустроиться, должен обладать высоким уровнем компетенции, опытом уже работы на специализированных программных продуктах для ведения бухгалтерии того или иного предприятия. Значит, и, конечно, это один из бухгалтерий. Также, помимо этого, будут организовываться и проводиться практикоориентированные занятия по повышению уровня знаний, компетенций, навыков в иных программных продуктах, относящихся к категории специализированных. Отдельное внимание хочу обратить на то, что будет на регулярной основе будут организовываться и проводиться образовательные мероприятия, направленные на подготовку IT-специалистов. И, безусловно, направление, оно приоритетное, важное, необходимое. И, помимо этого, еще будут организовываться и проводиться и хакатоны. Хакатоны – это чемпионат по программированию, которые уже на территории города Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга показали эффективность своей реализации. И мы, одним из первых регионов Северокатского и Южного федерального округа, решили со своей стороны также реализовать такую инициативу, которая, по нашему мнению, является крайне важной и необходимой. И уже первый хакатон будет у нас проведен в этом году, в апреле месяце. Проведем мы его на территории Учебно-Методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Далее, с точки зрения наполнения молодежных центров, хотелось бы отдельное внимание обратить на возможность принятия участия в федеральных и региональных мероприятиях и площадках, которые будут организовываться и проводиться на базе молодежных центров, что также является немаловажным. Также известно, что у нас в Карачево-Черкесии планируется создание корпоративного университета. Каковы задачи данного вуза и каких специалистов он будет выпускать? Одним из таких важных направлений деятельности, треков министерства, конечно, является образовательная деятельность. Помимо других треков, это трек карьера, трек добровольчества, трек бизнес и, конечно, трек образовательный, он является одной из наиболее важных составляющих. Для того, чтобы деятельность министерства, направленная на организацию и проведение мероприятий образовательного характера, реализовывалась системно, организовывалась и провелась на регулярной основе, мы со своей стороны вышли с инициативой в адрес Федерального агентства по делам молодежи, чтобы на территории Карачаева Черкесской Республики был создан корпоративный университет «Архэс», направленный на подготовку специалистов сферы туризма, которая в Карачаево-Черкесии показывает одни из самых лучших показателей с точки зрения динамики развития на территории Российской Федерации. Хотелось бы узнать, как у нас реализуется патриотическое воспитание молодежи в рамках молодежного центра «Авангард». Направление патриотического воспитания является одним из наиболее приоритетных в рамках реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации и, конечно, Карачаево-Черкесской Республики. Здесь следует обратить внимание на то, что по поручению главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспича Темрезова учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» был открыт на территории Карачаева-Черкесии досрочно, 8 декабря 2022 года. Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день, за довольно короткий промежуток времени, на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организовано и проведено уже более 20 мероприятий. Следует отметить, что «Авангард» был одним из основных исполнителей месячника военно-спортивных мероприятий. Значит, здесь следует обратить внимание на то, что помимо этого на базе «Авангарда» уже организовано и проведено 6 турниров, организован и проведен форум «Кавказ за наших», организованы иные мероприятия. И в скором времени «Авангард» уже начинает работать по направлению 5-дневных сборов. При поддержке главы Карачаева-Черкесии на регулярной основе ведется работа, направленная на улучшение материально-технической базы «Авангарда». Значит, то, что сделано в прошлом году, это еще не предел. В течение этого и следующего года материально-техническая база «Авангарда» будет только расширяться, улучшаться и развиваться. В прошлом году у нас в республике проходили множество различных форумов. Хотелось бы узнать, что ждет молодежь, какие форумные площадки, какие грантовые площадки ожидают нашу молодежь в этом году. Впервые на территории Карачаевой-Черкесской республики будет организован и проведен всероссийский форум. Это форум «Махар» традиционный, который на территории Карачаевой-Черкесии проводится уже аж с 2008 года. Значит, в прошлом году в партнерстве с Карачаево-Черкесским государственным университетом был организован и проведен данный форум Министерством по делам молодежи Карачаевой-Черкесской республики. В прошлом году он получил статус северокавказского. Благодаря высокой степени эффективности реализации форумного мероприятия, Федеральное агентство по делам молодежи России рассмотрело наше предложение о том, что форум «Махар» получил статус федеральной форумной площадки. Значит, в этом году будет принимать участие на форуме «Махар» более 300 участников, не менее чем из 30 регионов Российской Федерации. Здесь следует отметить, что на площадке форума будет также организован и проведен всероссийский конкурс молодежных проектов. Также следует обратить внимание, что он также будет всероссийским. И, безусловно, для нас это является большим достижением, потому что это впервые на территории Карачаева-Черкесии. И если мне не изменяет память, если я не ошибаюсь, впервые в истории Федерального агентства по делам молодежи за два года форум сначала получил статус окружного, а после федерального. То есть это тоже достаточно показательно с точки зрения деятельности органа исполнительной власти, отвечающего за государственную молодежную политику на территории Карачаевской республики. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что на территории Карачаева-Черкесии в этом году будет организовано и проведено более 10 крупных форумов. А количество мероприятий, которые в этом году в рамках программы комплексного развития молодежной политики Карачаевской республики планируется провести, их вообще более 300 по различным направлениям деятельности. Следует обратить внимание на то, что помимо Всероссийского форума МАХАР, Карачаева-Черкесия получила статус Северо-Кавказского по направлению добровольчества. Это слет добровольческих и коммерческих организаций Северо-Кавказского федерального округа. Отрадно, что он будет организован и проведен на территории именно нашего субъекта. Также, помимо этого, форум «Моя карьера» получила статус окружного, значит, также является очень важным направлением, тем более то направление, которое является одним из приоритетных деятельностей, установленных в стратегии реализации государственной молодежной политики Российской Федерации до 2030 года. Значит, это, безусловно, оказание содействия и успешность самореализации в профессиональной деятельности молодежи, в данном случае уже Северо-Кавказского федерального округа. Также, помимо этого, на территории Карачаево-Черкесской Республики будет проведен Северо-Кавказский военно-патриотический форум. То есть, действительно, очень серьезная, насыщенная форумная повестка. И помимо самих форумных мероприятий, конечно, это и отдельные образовательные мероприятия, отдельные практикоориентированные мероприятия, значит, встречи, реализация системы наставничества на территории Карачаево-Черкесской Республики. И, конечно, каждое из этих направлений является для нас очень важным. По этой причине, значит, сформировали, утвердили. И при поддержке, конечно, Рашида Бориспиевича реализуем программу комплексного развития молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики по различным направлениям.